Всем привет! Меня зовут Михаил, и я Ruby-разработчик компании SkillVille. Сегодня я хочу рассказать о разработке на Ruby on Rails. Сначала мы поговорим о самом языке Ruby и его особенностях, достоинствах и недостатках. После этого мы рассмотрим его сферы применения, рассмотрим популярные фреймворки для Ruby, поглядим на статистику, и я расскажу некоторые вещи, которые стоит знать начинающему разработчику на Ruby on Rails. Итак, Ruby — это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования с динамической типизацией. Эти качества позволяют сделать разработку быстрой и эффективной, однако накладывают на разработчика большую ответственность за качество и чистоту кода. Это связано с тем, что динамическая типизация, в отличие от статической, позволяет уместить код в меньшее количество символов, но не обеспечивает обязательное соответствие типов данных, которые могут оказаться в той или иной переменной. Говоря о Ruby, в первую очередь стоит поговорить о его философии. Создатель этого языка, Юкихиро Муцумото, хотел разработать язык, основной целью которого является создание простых и в то же время понятных программ для решения задач, в которых время разработки, понятность и простота важнее, чем скорость работы программы. Именно поэтому в разработке на Ruby приняты следующие принципы. Первый принцип — это язык для человека, а не для компьютера. Это означает, что для нас приоритетнее удобство разработчика, минимизация его затрат труда, освобождение от рутины. Вычислительная эффективность является вторичной. Следующий принцип — упрощение — это хорошо, пока не вредит результатам. Это говорит о том, что мы стремимся к упрощению кода, но мы не хотим, чтобы оно переходило границы, за которыми оно начинает вредить конечному результату, то есть делать проект менее удобным, менее расширяемым и тому подобное. Следующий принцип — это принцип наименьшей неожиданности. Программа должна вести себя именно так, как ожидает разработчик. Не в момент его учебы, а когда он уже освоился со своим языком, освоился со своей программой, он должен испытывать наименьшее удивление при работе над своей программой. Избыточность допускается, если она естественна. Код может выглядеть избыточным и занимать больше места, если это сделает его более понятным, красивым, расширяемым. Не стоит быть рабом производительности, а о производительности стоит думать только тогда, когда она становится недопустимо низка и критична. Иначе нам обычно больше важна элегантность самого решения. Один из важных принципов Ruby разработчика — это не бояться изменений во время выполнения. Разработчики на Ruby не боятся использовать динамические средства, такие как метапрограммирование, то есть самоанализ и самоидентификацию кода в процессе работы. Кроме того, важно следовать этим простым строгим правилам, которые мы принимаем на себя, становясь Ruby разработчиками. Но не стоит в этом доходить до педантизма. То есть если у нас есть какие-то правила, ограничения, но мы видим, что для конкретной нашей текущей задачи стоит ими пренебречь, то мы можем это сделать, если это более логично. Рассмотрим достоинства Ruby. Первое из них — это простой и удобный синтаксис. В нем достаточно много синтаксического сахара, что позволяет строить красивые и объемные конструкции как раз. Следующее достоинство — это быстрая разработка. Про это было сказано ранее, однако это одно из основных достоинств языка, поэтому его нельзя было не упомянуть. У Ruby большое дружное сообщество, удобная документация, что делает разработку приятной. И существует множество готовых решений в библиотек, поддерживаемых этим самым большим сообществом, что также делает разработку быстрой и удобной. Язык почти полностью является объектно-ориентированным. В нем нет простых типов, в отличие от многих других языков. И единственное, что не является здесь объектом, — это синтаксические конструкции. В языке нет возможности множественного наследования. Этот недостаток решен тем, что в Ruby есть механизм примесей, который реализует нечто похожее на множественное наследование. Кроме того, в Ruby очень удобная работа с большими числами. В язык встроены некоторые распространенные паттерны, то есть устоявшиеся шаблоны, шаблоны проектирования, такие как, например, паттерн «одиночка», позволяющий создавать объекты в единственном экземпляре. Этот паттерн может быть имплементирован всего в пару строк. Рассмотрим применение Ruby. Он используется в таких приложениях, как SketchUp и XChat, но все-таки Ruby на данный момент по большей части является языком для веб-разработки. Он используется в таких известных проектах, как Netflix, GitHub, Hulu и многих других. Также он применяется в некоторых продуктах от Яндекса, Сбер. Кроме того, так как приложения на языке Ruby легки в разработке, расширении и особенно на ранних этапах, на Ruby начинается большое количество стартапов. Теперь стоит поговорить о недостатках Ruby, которых тоже немало. В первую очередь это низкая производительность. Это обусловлено тем, что мы выбираем скорость разработки и поддержки вместо производительности. Те части кода, где производительность критична, могут быть исправлены отдельно. Еще один недостаток заключается в том, что программы на Ruby не всегда легко портировать между платформами. Изначально язык позиционировался как мультиплатформенный, и он таким остался, но появились проблемы, связанные с тем, что многие библиотеки имеют проблемы при переходе на другую операционную систему, поэтому сложно перевести свое приложение с одной операционной системы на другую. В Ruby традиционны проблемы с многопоточностью, но эта проблема уже устарела, потому что теперь есть третья версия языка, где появились новые механизмы для многопоточности, и появилась возможность писать статически типизированный код даже. Это не связано с многопоточностью, но тоже хорошая фишка третьей версии. Между версиями Ruby не сохраняется совместимость, поэтому если в своей программе вы хотите использовать другую версию языка, то придется предложить некоторые усилия, чтобы сделать этот переход. Для Ruby существует большое количество фреймворков. На этом слайде указаны самые популярные из них. Самым известным и комплексным является Ruby on Rails. Он применяется в большинстве успешных проектов на Ruby. И он реализует архитектуру MVC и позволяет легко работать с базой данных, легко создавать крутые CTP-запросы. Синатра — это второй по популярности фреймворк на Ruby. Он более легковесный, чем Rails, и меньше регламентирует структуру кода, но и содержит меньше полезных возможностей из-под коробки. Кемпинг — это самый легковесный Ruby framework. Про остальные, пожалуй, не стоит ничего говорить, и пользоваться ими тоже вам вряд ли придется. Достаточно просто знать, что они существуют, и их много. Поговорим о сильных сторонах Ruby. Ruby on Rails. Во-первых, опять-таки, невысокая стоимость разработки. Как раз-таки поэтому он и востребованный, что разработка быстрая и дешевая. У этого фреймворка активное сообщество и множество библиотек готовых решений. Также Ruby on Rails позволяет быстро делать крут, что очень полезно, потому что большинство приложений больше чем наполовину состоят из таких ресурсных операций. Кроме того, фреймворк заставляет разработчика заботиться о безопасности в некоторых наиболее часто уязвимых местах. Философия Ruby on Rails заключается в том, что мы ставим соглашение выше конфигураций. Это означает, что мы создаем файлы, классы, модули в соответствии с принятыми заранее соглашениями, обменований и расположений. Это избавляет нас от необходимости создавать множество файлов конфигураций и тому подобного. Здесь пример структуры Ruby on Rails приложения. Это удобно, что структура всегда примерно одинаковая, потому что разработчик, приходя из другого проекта, может быстро сориентироваться в новом для себя проекте. Итак, папочка app должна содержать, по сути, само основное приложение. В controllers будут лежать контроллеры, в jobs будут лежать синхронные задачи, в mailers будет лежать код, связанный с отправкой email-сообщений, в models — модели и база данных, в view — шаблоны для HTML-страниц. В папочке db лежат данные, связанные с базой данных, такие как миграция, структура и тому подобное. Public — для статических файлов и spec — для тестов. Теперь обратимся к статистике. Статистика говорит, что с 2014 года Ruby упал с 5 до 10 места, это по версии GitHub. По версии TAB он сейчас находится на пятнадцатом месте по популярности, а по версии Stack Overflow — на семнадцатом. Теперь я объясню, почему все так случилось. У Ruby пик популярности был в четырнадцатом-шестнадцатых годах, после чего популярность языка пошла на спад. Однако сейчас он стабилизируется на своем месте и остается актуальным и широко применимым во многих компаниях, как в стартапах, так и в крупных корпорациях. Таким образом, он занял свою долю рынка и еще долго будет находиться на своем месте. Рассмотрим, что же стоит изучить начинающим Ruby on Rails разработчикам. В первую очередь, некие общие темы. Например, как работает веб. В частности, стоит изучить принцип работы HTTP протокола, стоит разобраться, что такое REST API, стоит уметь работать с HTML, CSS и JS на базовом уровне, чтобы быть в состоянии потом построить монолитное приложение. Важно уметь работать с Linux-подобными системами, и стоит иметь в своих навыках основы работы с Git, самой популярной системой контроля версии. Потом следует изучить базовый синтаксис Ruby, научиться писать тесты, это тоже очень важно. Для этого стоит изучить фреймворк тестирования AirSpec и библиотеку для подготовки тестовых данных FactoryBot. Также важно изучить основы работы с базами данных, уметь создавать, удалять, обновлять и читать объекты. Плюсом будет знать про join, constraints и тому подобное. Теперь поговорим о Ruby on Rails. Стоит изучить основные страницы из документации Ruby on Rails. Она есть как на английском, так и на русском версии, на русском языке. Стоит изучить информацию про контроллеры, модели, view и routing. Лучше всего будет попытаться написать свой педпроект, используя изученные технологии. Тогда это поможет разобраться с тем, как это работает, глубже понять и, возможно, даже изучить что-то, выходящее за рамки основных страниц документации. На этом, наверное, все. Это были основные моменты, которые можно изучить на начальных этапах. Если захотите узнать о чем-то подробнее, вы всегда можете обратиться к Google или к YouTube. В интернете достаточно много хороших материалов в открытом доступе. Также можете заглядывать на наш Telegram-канал. Мы там тоже делимся полезностями и просто интересными моментами из жизни нашей компании. На этом все. Всем спасибо. С вами был Михаил из компании Skillville. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok